Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию книгу под названием «Десять шагов к заветной цели». Сегодня я озвучу введение. Оно написано в воскресенье, 6 октября, прошу прощения, 2019 года. Итак, начинаю. «Десять шагов к заветной цели» — это книга. Книга, состоящая из введения, заключения и десяти коротких, даже очень коротких глав. Вся информация, имеющаяся в книге, — это своеобразный эпилог, заключение ко всему сказанному мною за последние 19 лет. Это своеобразное резюме, десятков книг, сотен роликов и сотен статей, написанных и озвученных за последнее без малого два десятилетия. Это, если хотите, обращение к молодым и амбициозным тренерам, которые дружат с логикой, обладают критическим умом и хотят оставить в истории футбола свой яркий след. Думаю, что материалы будут познавательны не только для тех, к кому я обращаюсь, но и ко всем остальным читателям этого сайта и блога. Объемным, так получается, будет только настоящее введение. Все последующие материалы будут лаконичны и написаны в тезисном формате. Что я хочу сказать? Дело в том, что вот уже 19 лет я пытаюсь пробить стену равнодушия и враждебности ко всему новому и неформатному. Да, меня мало волнуют переходы игроков, внутрикомандные интриги и текущие результаты игр тех или иных команд. Для меня это пыль, суета. Вся существующая в мире футбольная информация это колхающаяся жидкость в огромном сосуде под названием трансферный футбол. Футбол, в котором тенденции прогресса, если и существуют, то лишь на время выступления группы удачно купленных игроков одной из команд. Нет ни одной команды в мире, которая могла бы на протяжении смены трех-четырех поколений игроков держать лидерские позиции в мировом футболе. Знаете почему? Потому что это в формате трансферного футбола невозможно в принципе. Невозможно потому, что никто не занимается технологией создания команды принципами такого создания. Все довольствуются приобретением тех или иных футболистов для латания амплуальных командных дыр. При таком подходе к футболу на первый план выходят деньги. Именно бабасики позволяют приобретать талантливых футболистов, которые поднимают игровые кондиции команды в целом. И эти кондиции напрямую зависят от индивидуальных кондиций этих талантливых ключевых игроков. Барса с Хави, Ньеста и Месси. Это один уровень командных кондиций. Без них этот уровень будет совсем другим. Никто не может гарантировать перманентный высокий рейтинг команды при смене игроков. А возможно ли это? Да, возможно. Как и возможно создание высококонкурентной команды без покупок дорогих легионеров. И так мои усилия по пробиванию стены, о которой уже говорил, ни к чему не привели. Тем более, когда воюешь в одиночку. Слишком уж силы не равны. За 19 лет от стены отлетело несколько камешков. Разве что. Получается, проиграл? Возможно. Но это не проигрыш в чистом виде. Сотни моих статей читали тысячи людей из разных стран. Десятки людей приобретали мои книги. Некоторые из них благодарили. Но команду, о которой мечтал и мечтаю, так и не довелось создать. Есть вагон причин, о которой говорить не буду. Нет смысла. Совсем недавно пришла мысль о создании информационного пула. То есть пакета информации, который бы содержал в себе главные принципы и идеи, позволяющие создать команду мечты миллионов подсоветских болельщиков. Такую команду курицу, которая бы ежегодно несла золотые яйца мировой славы на протяжении многих десятилетий. В утеху нашим голодным к победам болельщикам. Что я и сделал. Пул, разумеется. Этим пулом и является настоящая книга. Растекаться по древу уже не буду, разжевывая те или иные моменты. Любому мыслящему человеку со средними способностями и любящему футбол, а не бабло. Такой информации будет предостаточно, чтобы воплотить в жизнь нереализованное автором. Также хочу сказать о том, что критиковать никого не намерен, как и обосновывать каждую свою мысль. Повторюсь, что думающему человеку без всяких обоснований будет ясно, что и как делать. Кто знает, может быть мои мысли не канут в лету незамеченными. Когда закончу опубликовывать эту книгу обращения, моя совесть будет чиста перед теми, кто, возможно, будет меня упрекать в поражении системе. Да, возможно, я проиграл, но всеми своими работами, статьями, книгами, видео и аудиороликами я расставил вешки на дороге, ведущей к футбольному Олимпу. Расставил для тех, чьи амбиции подсказывают им свернуть на эту дорогу. Я это сделал для тех, кто придет после меня. Настоятельно рекомендую всем, кто хочет добиться успеха в тренерской работе, скачать это мое обращение. То есть все 10 глав. В общем, всю книгу в целом. Уверен на миллион процентов, что эта работа поможет в реализации мечты. Кому-то все вышеизложенное может показаться понтами, неслыханной наглостью и прочее. Это право тех, кто так думает. В этом плане могу сказать только одно. Никто, я подчеркиваю, никто не смог опровергнуть ни одной мысли, сказанного мною в формате создания мастер-команды. Начиная со специалистов с самыми громкими фамилиями, известными во всем футбольном мире и заканчивая детскими тренерами. Поэтому считаю себя вправе проявлять уверенность и даже некоторую категоричность. В миллионный раз прошу, господа хорошие, дорогие мои футбольные специалисты самого высокого уровня. Низко поклонюсь вам в ноги, если опровергните хоть что-нибудь. Их реплики, типа «Кто ты такой?» или «Мы что, наблюдаем второе пришествие Христа?» или «Болтать, не мешки ворочать» или «Бред». И подобное высказывание, на которое их авторы имеют полное право, это не опровержение. Что, слишком я мелок для того, чтобы снизойти до моего «бреда» и не оставить камня на камне от моих идей?» был бы очень признателен венценосным футбольным спецам за подобную работу. Заодно все бы увидели мою никчемность. В идеале можно было бы организовать круглый стол и транслировать его по основным каналам телевидения всех постсоветских стран. Ну что, слабо? Впрочем, это пустое сотрясание воздуха. Уверен, что желающих не найдется. А между тем, выиграл бы постсоветский футбол. Кажется, можно заканчивать вводную часть. Скажу только то, что настоящая работа – это своеобразные шаги на пути к заветной цели. Сколько их будет? Оказалось, что вся необходимая информация для триумфа любой команды укладывается в 10 шагов. И самое последнее. Участвовать в возможном обсуждении написанного мною не буду. Не вижу смысла. Если кого-то всерьез интересует выложенная информация в 10 шагах, пишите на моем мыло. Каждый шаг я буду стараться выкладывать ежедневно. Не хочу тянуть кота за хвост. И так начинаю. Да, еще забыл сказать, что все вот эти главы, как и введения, как и заключения, будут размещены в отдельном плейлисте. У меня все. Если ролик вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди еще очень много интересного, неожиданного и эксклюзивного.